Ребята, всем привет! С вами Александр. Наконец-то дошли у меня руки до Протерогеринуса, до его прокачки. Саму прокачку я снял месяц назад, может даже больше, а вот интересную часть, которую сейчас вам расскажу про него, дошли руки только сейчас. Так что усаживайтесь поудобнее и не забудьте поставить этому видео лайк и подписаться на канал, если вы увлекаетесь динозаврами и прочими загадочными существами. Поехали! Протерогеринус или же Протерогерин. Это примитивный рептилиоморф, относящийся к антракозаврам, живший в каменно-угольной эпохе 325-320 миллионов лет назад. Стоит отдельно упомянуть, кто такие были антракозавры. Это группа наиболее примитивных рептилиоморфов, то есть это не рептилии, это что-то более примитивное. Протерогерин вел полуводный образ жизни, был хищником с короткими, но мощными конечностями, на которых было 5 пальцев, а не 8, как у некоторых древних амфибий. Имел крупную сжатую с боков голову, относительно короткое тело и мощный толстый хвост. В целом животное напоминало небольшого крокодила или крупную ящерицу. Череп у него был, как у кистеперых рыб, таких как целокант, что-то наподобие такого. Некоторые кости черепа были не жестко закреплены и могли двигаться относительно друг к другу, что позволяло шире открывать рот. Ну вы все знаете, как рыбы могут проглатывать своих собратьев просто целиком, очень широко открывая рот. Особенно как-то там морской дьявол, мурена, могут очень широко открывать пасть. Ну и индоминус тоже. Имел крупные клыки на небе. Длина его доходила от 1,5 до 2,3 метра. Примерно так, около 2 метров плюс-минус. Он был описан в 1970 году ученым Ромером. Существует два вида протерогерина. Это протерогерин шиили, типовой вид, который был найден в Западной Виргинии, то бишь в Америке. И протерогеринус панчени, который был найден в Шотландии. Протерогерин выделяется в особое семейство антракозавров, которое называется протерогериниды, к которому может и относиться живущий в Верхнем Дивоне Тулерпетон. Собственно говоря, то есть ближайший родственник Тулерпетон Карту достигал длину всего лишь 60 см, имел 6 пальцев на каждой конечности и полностью у него отсутствовали жабры. Где можно встретить протерогерина в видео? Во всем известном цикле передач «Прогулки с монстрами», которые выходили в 2005 году от компании BBC. Он там описан был довольно правдиво, но правда там по временным меркам не совпадало. Потому что события происходили в конце карбона, а протерогерин на тот момент уже вымер. Ну и поехали качать. И вот так вот изображен в нашей игре протерогеринус, древний-древний рептиломорф. Еще не рептилия, но уже морф как бы похож, ребятки. И по традиции что мы будем делать? Мы сейчас сделаем три битвы. Пока у нас есть, кстати, давайте сейчас сразу покормим, его посмотрим. Но он рыбу должен есть, конечно же, все-таки. Один из первых сухопутных животных. Так что давайте сделаем тридцатый и два двадцатых. Сделаем один бой. Потом качнемся на сороковый. Так, ну пока что, как видите, меняется только раскраска. В своем аккаунте я пока что не могу снять это видео, потому что я берегу 1600 долларов. Там шесть дней ждать, пока он вырастет. У меня, в общем-то, они стоят в инкубаторе. Я их купил, но доллары тратить так безрассудно я не хочу. Как говорится, пока есть у нас гостевой аккаунт. Можно такие срочные моменты снимать здесь. Итак, запоминаем, что у нас тут по показателям. 1200, 400 силы удара и 600 силы удара. Понятно. Идем вот сюда. Ну давайте искать. 1200 и 400. Вот уже мы не так уж и далеко. Это уровень у нас легендарных, ну чуть поменьше. Легендарные 30-е, либо супер редкие. Во-во, 1200 на 400. Он практически такой, как метод. Вот, смотрите. Мастодензавр. Примерно такой же, да 1200. Ну вообще, копеечки отличаются 4 и там 5 плюс 2, 7. То есть делаем вот так. И давайте искать дальше. Вот где-то тоже здесь должен быть. 600, да, у него вроде был удар у нас. Так, эри-опс. Вот. 1970 на 600. Ну что, погнали. Три амфибии. Надерут ли нам задницу? Вот в чем вопрос. Какой-то один такой матерый литун и нам кранты. Ну вот, кстати. Кстати, кстати, кстати. Но удар у него хороший. То есть это мощные животные. В отличие от эри-опса, который у нас танк. Это у нас демагер. Так. И вот это очень нехорошо. Блин, 200 ударов. У него 2000 жизни. Блин. Как его пробивать? 5. Атака на 5. Хорошо, что у него по нулям. Но вопрос. Могу ли я его пробить? 5. У меня будет 6. Должно хватить. 6 у 2. 12. Ой-ой-ой-ой. Даже не знаю. Вот, смотрите. Эх, чуть-чуть не хватает за 5 пробить. Но мы главную цель выполнили. Мы, конечно же, сейчас протерегируемся, скорее всего, протеряем. А может и нет. Супрона Титан 10 уровня. Нет. Фигушки. Там нас не пробьет. У него осталось 3 балла. И этот нас пробивает. Но я знаю теперь, какая сила удара. 150. У Супранчика. Здесь мы делаем 2. Здесь 2. И все. И это наша изи виктори. Фигушки. Не на того напал. Кстати, он очень похож на головасть, когда у него такой хвост еще. В общем-то. Да рептилий еще не дорос. Но уже недолго осталось. До появления настоящих рептилий. Со времен нашего протерагиринуса. Так, награда фуфловая. Кстати, надо на Алиэкспрессе посмотреть. Вот такие монетки должны быть. Я бы заказал себе жмень. Жмень у таких монет. Так, возвращаемся мы... Куда? Возвращаемся. К нашему протерагиринусу. Так, и нам нужно узнать последнюю информацию у него на сороковом уровне. Так. Посмотрим, посмотрим, как он изменится на сороковом. Но я думаю, не сильно. Аканта стега мало изменилась. И он, мне кажется, тоже мало изменилась. То есть компания Людия сейчас работает на два фронта. Jurassic World Live. Там идет много работ доработать. И, конечно же, не стоит забрасывать и мир рижского периода. Я думаю, все-таки у нас ждет еще какая-то обнова. Ну, вот как бы так. Давайте для сравнения сейчас зайдем, купим одного. 1600, да, и 7 дней даже. Ну, 7 дней. Чтобы у нас было сравнение, мы могли сразу видеть разницу. Ну, такое себе. Чуть больше гребень, какие-то там шипики появились. Ну, и раскраска. И чель. Мне кажется, у него чель стал как-то более вытянут. Как вы считаете? Наверное, количество зубов посчитать. Ну, ладно. Кушает он по миллиону, грубо говоря. Ну, вот мы потратил чуть меньше 20 миллионов, чтобы его прокачать. Жаба-жаба, смотрите. Такая вот голова. Плоская, гладкая. Глаза вверху. Ну, очень напоминает, да, амфибику. Так, и давайте же читать, что у нас тут на эволюции number four. Так, протерый Горинос вырастал до 2,5 метров в длину. Хоть это и совсем немного по сравнению с другими доисторическими существами. Он все же был одним из опаснейших хищников. Да вы что, просто страшно. 2,5 метра на самом деле не так уж и мало для рептилии. То есть они довольно-таки жирненькие, скажем так, массивные. Поскольку много времени проводили в воде. Так что, нормалек. Ну, теперь давайте будем им сражаться. Так, 2700 на 900 практически у него сила удара. А сила удара 900 это не кисло. Это как, вот смотрите, метапазавр, смотрите, очень даже рядом. Метапазавр, крутозавр очень тоже рядом. И вот наш протерый Горинос. Ну чё, рискнем снова тремя амфибиями сходить. Где наша не пропадала, как говорится, ничего страшного. А, 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 и нам тут вообще жесть как подфартило. У нас удар сильнее, чем у Анкилоса и там два хищника. Просто гуляй, душа. Можно даже немножко укусить. А это существо еще больше похоже на Головастика. А и потом, наверное, после этого боя пройдемся по амфибиям, которые есть. Молодец, Анкилодокушка. Так, крутик. Так, ну чё. Вот это поворот. Не ожидал. Честно говоря, не ожидал. Ну ладно, тем интересней будет. То есть я, в принципе, и хотел двух хищников этих сожрать нашим протерогеринусом. Кстати, это его недалекий родственник, приатродон, походу. Недалеко ушел он к амфибии. Так, он протоковал на три, а было уже, походу, четыре, да? Раз, два, три, четыре. И раз, два. Думаю, выживем. Три удара переварим мы. Ну да, приатродон же все-таки намного сильнее. И Раджа Стега. Вот в Джурас Кворд Элайв жизни, вот совсем не так выглядит. Морда очень плоская там. А здесь он такой широкомордый, как какой-то там Супрано Титан. Так, ну и вот наша Эпик Вин от новоиспеченного жителя нашего парка. Да, а в Джурас Кворд Эволюшн у нас же все-таки будет еще, скорее всего, DLC. Джурас Кворд Эволюшн выходит 12-го числа, ребята. То есть после фильма, через несколько, ну, меньше чем через неделю после выхода фильма «Мир Южского периода Падшее Царство» выходит у нас Джурас Кворд Эволюшн. Так, гены, диплодок, мне, в принципе, все равно, одинаково, хорошо и то, и то. Мегалодончик, кулазух. Так, с этим мы разобрались, ребятки. Давайте сейчас прошвынемся по амфибикам, которые у нас есть. Так, про Таргерину сами видели. Так, Акантостеги у нас еще здесь нет, надо будет прикупить здесь. Ну, тоже довольно очень похожи они, модельки у них. Кстати, да, как мы помним, у Акантостеги было 8 пальцев. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, там можно и больше насчитать. При желании. Так, Нунда Газавр, вот такой вот у нас. На крокодила похож. Так, ну, Гаргазуха знают все. Идем дальше. Так, Метапазавр, который мы только что сражались. Как будто бы это у него жабры торчат за глазами. Так, древний, древний Ихтиостег, один из очень древнейших. Тут не пишет, ну, нет, период жизни не пишет, но мы помним, когда я делал видео про Акантостегу, там вспоминал и Ихтиостегу, они, по-моему, родня, скажем так. Хотя Ихтиостега больше, чем Акантостега, Акантостега 60 сантиметров, а Ихтиостега под полтора метра, как мы видели. Так, Приназух, но это уже, как бы, далеко не амфибия, это уже рептилия. По крайней мере, у нас он выглядит вообще, как какой-то крокодиламорф. На Гибиала похож. Так, Сарказух, самый известный крокодиламорф, не крокодил. Хорошо выглядит. Молодец. Так, Супер Флаффи, в варианте Диплотатор. Но, честно говоря, он ужасный уже и на первом уровне, и там просто так добавилось немножко раскраски. Ужас, летящий на крыльях ночи, напоминает какого-то монстра из Monster Legend. Кто понял, о ком я, напишите в комментариях. Чёртик, чёртик, подсказка. Ух ты, ё-моё, крутозавры. Крутозаврик, вот такой вот, вот такой вот, вот такой вот, и вот такой вот. Прикольно, очень нравится, как будто бы он какой-то каменный голем. Как анкелозавр, в старой версии Jurassic World Evolution. Там уже модельки перерисовали, как я говорил, кто до конца дослушал видео, не писал глупых комментариев, что там уже появилось много динозавров. Я месяц назад это видео делал, ребята, под Jurassic World Evolution. Только руки дошли его, как бы, смонтировать и выложить. Потому уже, конечно, появилось много динозавров, и анкелозавр даже уже там перерисован, и выглядит намного лучше, чем был в том видео, которое вставлял я. Так, ну, остапозавр особо не поменялся. Ну вот, теперь поменялся. Ну да, это остапозавр. Кто у нас тут еще есть? Апостазух, приэтродок, апостазух. Так, вот это бродячий крокодил. Я его так называю, бродячий крокодил. Это у него вверху, то есть панцирная часть. Пластины. Так, вот наш танк Эриопс тоже, что-то очень древнее явно. 2-3 метра, 295 лямов лет назад. Ну да, примерно в то же время, что и наш сегодняшний герой. Протерогеринус. Так, так, давайте теперь посмотрим на нашу жабку плоскомордую. 1,2 метра в длину. Так, стоять, куда тебе вышел? Мы же еще не досмотрели. 20, 30. Вообще, лягушка лягушкой. 40. Забавный. Выглядит забавно. И анимация у них у всех такая жесткая. Особенно вот эти две дырки у него в голове. Так, вот. Древнейший наш... Так, подожди, у нас был... Это Престазух, а еще есть, да, Пастазух. Про который был целый отдельный выпуск, по-моему, Прогулки с чудовищем, да, Пастазух там был. Древнейший царь-тираннозавр-мир рептилий, так сказать. Был тоже довольно здоровенным. И он там, так, бесславно умер в той серии. Так, микропозавр. Давайте вспомним. Так, мелкоглазый ящер. Я согласен с этим. Компания ингеном. А че, не просто инжен... А, ну правильно, создание инженом. Клоны микропозавра покрыты пятнами. Так, сила челюстей не столь разрушительна, как у Суперкрока. Но зато он обладает... А кого Суперкрока мы тут называли, мне интересно. Это клон, клон, да. Ну интересно, кстати, как описывается динозавры, старые динозавры. Микропозавр тоже один из самых первых. Амфибий, которые появились здесь. Вот, как бы, описание такое еще не больше научное, как идет сейчас, а такое больше с уклоном в фильм и так далее. 9 метров. А, хотели, чтобы он был 12. Прикольно, ребята. Реально прикольно. Так, вот еще один у нас старый. Метреринг, родственник геозавра, да, если я не ошибаюсь. Близкий очень. Только тот у нас уже в водном парке плавает. А этот здесь. Тоже очень похож на крокодила. Визуально. Так, морской хищник. Но у нас почему-то здесь. Не так хорошо защищен. Так, откладывает яйца. Ну так, как все крокодильчики, рептилии. Весом 200 килограмм. Три метра длиной такой тощий. Большую часть жизни проводил в соленой воде. Да, некоторые крокодилы тоже могут быть, плавать в соленой воде. Ну, вот так вот. В общем-то, показал всех. А где у нас? Вот здесь. Что у нас здесь по амфибиям? Есть у нас капрозух. Вот капрозух, пастозух, ребята, кулозух, лимноселис, стегоцефал и диплокаулис, который называется флафи. Вот так вот. На этом серийку, ребятки, я заканчиваю. Всем, кому понравилось, ставим пальчик вверх. И до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok